В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией представители Единого информационно-расчетного центра обращаются к гражданам с просьбой максимально ограничить посещение центров обслуживания клиентов. Как для физических, так и для юридических лиц созданы все условия удаленного доступа. Подробности в репортаже Дмитрия Мавдрика. Профилактика коронавируса затронула все сферы жизни общества. Чем меньше контактов с другими людьми, тем лучше. На официальном сайте Единого расчетно-информационного центра Ямала 19 марта появилась просьба ограничить посещение центров обслуживания, производить оплату через интернет. Но отказаться от личных встреч со специалистами готовы не все. Мне сын все время говорит, давай-давай научу. Я говорю, нет, мы как раньше. Пришли, заплатили. А то, что коронавирус, надо просто себя, так сказать, профилактически перед выходом в помещение, где много людей, где на улицу все. Смазать аксалиновой мазью и обработать руки. От того, что вирус это не вирус, мне кажется, это просто что-то такое, говорят, не настолько страшен зверь. Сотрудники Единого расчетно-информационного центра отмечают, что количество посетителей снизилось. Со вчерашнего дня действительно снизился поток абонентов. И сегодня уже их значительно меньше, но не особо. Все равно люди предпочитают личный визит. Наверное, люди не считают это какой-то угрозой для своей жизни, и поэтому их не смущает находиться в местах, где много людей. И поэтому они ничего не боятся и приходят. Помочь с оплатой коммунальных услуг могут в Центре социального обслуживания населения. Такую услугу у нас оказывают социальные работники. Граждане, которые имеют льготную категорию, они имеют право получить эту услугу бесплатно. Для того, чтобы получить эту услугу, нам нужно встать к нам на обслуживание, в наше отделение социального обслуживания на дому. Льготная категория – это граждане, дети войны, ветераны Великой Отечественной войны, вдовы погибших ветеранов Великой Отечественной войны, ну и ряд других категорий. Остальным же стоит разобраться с оплатой коммунальных услуг через интернет-ресурсы. Это не только безопасно с точки зрения врачей, но и быстро, и удобно. Дмитрий Мавдрик, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова